Всем привет, меня зовут Александр Людиков. Сейчас обсудим поражение Алексея Олейника от Дерека Льюиса. В первом раунде Льюис с трудом, но сумел перетерпеть коронный прием Олейника диафрагма. А во втором Алексей проиграл техническим нокаутом. Теперь обсудим этот бой с нашим постоянным экспертом Александром Шлеменко, которого Олейник сегодня обошел по количеству боев за карьеру. Вот смотри, Олейник уже старый для боев. Олейника переехали. Олейнику пора заканчивать. Вот это общий тон негативных комментариев после боя Алексея против Дерека Льюиса. С чем-то из этого ты согласен? Вот если честно, уже устал комментировать. У всех так все просто. Все старый. Никто не задумывается, что на самом деле... Ну я, например, давно слежу за карьерой Алексея. Я считаю, что в молодости лет 15 назад он выступал значительно хуже, чем сейчас. И уровень, так называемый, в кавычках, оппозиции у него был меньше. Давай вспомним Рэнди Кутюра. Он во сколько лет у нас был чемпионом в UFC? 45 или 44, что-то такое. 45 точно, если не позже. Он в 47 последний свой бой провел. Каким-то образом Льюис был хорошо готов, на удивление. Обычно он такой вялый, так начинает медленно. Но здесь он прям с первых же секунд бросился еще с ударом ноги. Но часто меня удивил. Не знаю, может быть я... Он ногами вообще очень хорошо бьет. Я понимаю. Но понимаешь, он... Например, если мы вспомним бой с Александром Волковым, он, получается, весь бой просто ходил, по сути. Просто ходил, не особо начинал. И только в конце взорвался. Ну, в принципе, нет. Я не спорю, этого хватило. Но здесь он с первых же секунд попер в атаку, можно так сказать. Льюис, насколько я знаю, просто он в последнее время решил проблемы со здоровьем. До этого у него то ли нога, то ли спина не давала ему в полной мере драку. Ну, вот Алексею не повезло. Льюис, ну, более какой-то свежий был. Мне кажется, мне показалось после первого раунда. Ну, я не спорю. Таскать на себе такую тушу, такого здорового, это тяжело. Нужна подготовка. Ну, и также, знаешь, я увидел, что Алексей чуть-чуть попал в такую сложную ситуацию, когда его приемы, вроде бы, которые он забирал, вроде бы, которые он раньше делал, они не пошли, они не получались. Алексею Ленику 43 года. Он выходит против четвертого номера рейтинга UFC тяжеловеса, тяжеловеса, который на 17 килограммов тяжелее, там, на сколько-то сантиметров выше, моложе на 8 лет. Ну, вот зачем, зачем это надо? И потом пропускает 22 удара в голову добивающих. Слушай, ну, на самом деле, там не было прям таких ударов, от которых Алексей не был в отключке. Да, его болтануло, да, где-то он пропустил, было больно. Ну, и все, там не было какого-то, ну, прям, жести конкретно. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Это первое. Второе, зачем он это делает? Ну, вот, я не знаю, это его нужно спросить, зачем он это делает. Но, например, если бы ты спросил меня, если бы я был на его месте, то я бы сказал, что, знаешь, я лучше выберу для себя сейчас, что я в свои 43 года буду конкурировать на таком уровне и нормально выглядеть, выглядеть лучше, чем в молодости, да, там, и спокойно справляться, наверное, с подавляющей частью людей, которые у меня младше на 20 лет, легко, скручивая их в баранировку, как говорится, чем сидеть с отросшим животом и рассуждать, кому сколько лет и кому что нужно делать. В жизни, знаешь, очень просто. Ты остановился, ты умер. У тебя нет развития. Поэтому Алексей, мне кажется, просто хочет максимально продлить свою работоспособность и максимально оставаться в то же время молодым. Потому что, знаешь, секрет-то очень простой. Я это уже сколько раз говорил. Даже молодого человека положи, прикуй его к кровати, ребенка, чтобы он не двигался. Через год он ходить не сможет. Будете заново его учить. Кто получал переломы, тоже может это подтвердить. На месяц тебе гипсуют сустав, и потом он не двигается. Тебе приходится его разрабатывать. Он не работает так, как он работал раньше. То же самое здесь. Знаешь, ну да, давайте в 43 сейчас остановится Алексей. А что ему? Он там, нам показалось, что он много ударов пропустил или еще что-то. Мы там заботимся о его здоровье. Тут нужно понимать, реально ли мы заботимся о его здоровье. Или мы хотим, чтобы он был не лучше нас. Тех, кто в 45, в 43 сидит и ничего не делает. Тем более, знаешь, такой вечер старой гвардии, можно так сказать, получился. Потому что до этого был турнир ИСИА. Я его смотрел. Там дрался Венер Галиев. Хороший мой товарищ. 45 лет. Ну, блин, я не знаю. В 45 лет он делал такие вещи. По технике вырос вот значительно. И мне показалось, что этот бой, ну вот не знаю, это мое опять же. Мне, я никого не хочу обидеть, что Венер выиграл в этом бою. Но бой был очень равный. Причем соперник был тоже его моложе. Но я не скажу, что соперник его как-то значительно передышал или смотрелся в превосходстве. А человеку 45 лет, а он прет и прет. То есть, когда ты видел этот бой Олейник-Льюис, Короче, тебе жаль, что Олейник проиграл, но не жалко Олейника вот так, да? Ну, мне, не, а что мне, зачем мне его жалеть? Я прекрасно понимаю, что это его выбор. Он выбрал свою дорогу. Это сложная дорога. Никто не говорил, что она будет легкой. Ну, опять же говорю, я рассуждаю с точки зрения профессионала. Может быть, сейчас какой-нибудь обыватель посмотрит, ему покажется, он сам себе накрутит. А-а-а, это страшно. Зачем он это делает? Я не спорю. Знаешь, вот, я бы задал вопрос, зачем это делает Чак Лайделл. Помнишь, бой? Там реально, вот и в его случае это страшно выглядит. Потому что, ну, он просто замертво упал. Он просто упал лицом вниз, ба-бам, и все. Ну, у Алексея было по-другому. Поэтому лично у меня вообще нисколько я за него не переживаю. Я уверен, что у него все нормально, исходя из своего опыта. Сейчас, в свои 43 года, он является топовым бойцом в UFC. Это что, это плохо? И он, понимаешь, прогрессирует. Давай честно, у него были проигранные бои, полученные травмы. Он восстанавливался, возвращался, побеждал, доказывал, не останавливался. Хотя, очень много людей после травм каких-то, после серьезных. Знаешь, это же любая травма, это постоянная боль. Тебе приходится тяжело. И он возвращался и сказал, я не знаю, ну, и здесь может точно так же вернуться. Опять же, мы сейчас с тобой рассуждаем. Дерек Льюис большой. Не сработала тактика, не получилось сделать то, что планировали. Сработала тактика у этого Льюиса. Условно говоря, за пределами топ-5, Олейник как мог побеждать любого, так, в принципе, и может. Да я думаю, он и выше может. Алексей сейчас написал, чуть не дотянул, извиняюсь. Воспитание. Вот старая закалка. Вот ты мне скажи, вот как можно сейчас жалеть Алексея после вот такого написанного? Совершенно нормально человек себя чувствует, не останавливается, судя по написанному. Не дотянул, прекрасно это понимает. И мне еще нравится, что Алексей гнет свою линию. Знаешь, вот у него есть вот эти нестандартные фишки. И он же их делает. Только уважение, в общем, да? Ну, блин, а за что не уважать-то? В чем еще загвоздка? Он самый опытный и при этом самый легкий тяж в UFC за последние два или два с половиной года. Надо в 93 уходить, да? Да не, ну просто вот может ли это быть проблемой, что он 103 килограмма у него вес? Ну, однозначно, здесь мы и видели эту проблему. Когда ты дерешься с тяжелым соперником, тебе нужно его помотать. Нужно, чтобы он устал и потерял свое преимущество. А как его помотать? Такого, как с которым дрался олейник. Если бы он дрался с таким, как Вердум, то есть в борьбе. В борьбе, да, он мог его перемотать, передышать, сделать какие-то вещи. А Льюис, он будет работать в стойке, он будет по тебе бить. Знаешь, как вот с быком работает Тареодор, ему нужно его помотать. Давай, честно, если любой, каким бы ни был, да, выскочит на быка и побежит на него сразу же, ему ломать там рога, откручивать, у него ничего не получится. Бык просто его переедет и разорвет. Так же и здесь, я считаю, та же самая ситуация. Мне еще кажется примечательным то, какие бои для себя выбирает Алексей Олейник. Но это ведь действительно сложные конкретно для него соперники, тот же Дерек Льюис. Алексей, он из той же, вот скажу, олдскул, как все любят. Тогда не заморачивались люди о карьере. Тогда соперников не выбирали. Тебе предлагали бой, ты брал его. Не давали тебе два месяца на подготовку. Ты должен быть всегда в форме. И поэтому я не думаю, что здесь Алексей, знаешь, вот такой вот боец. Просто он так воспитан, он так привык. Конечно же ему уважение. А какой смысл выбирать? Вот я тоже, знаешь, это не понимаю. Вот лично мое. А зачем выбирать? Все равно рано или поздно ты встретишься с сильными. И сколько мы видели таких людей, у которых были нулевые рекорды и так далее, которых ведут, которых подводят. Я, например, против вот этой темы. Почему? Потому что, ну, потом рано или поздно можно сломать, по сути, всю жизнь этому человеку. Так ведь? Психологически будет тяжело оправиться. Потому что чаще всего люди, которых ведут, для которых выстраивают карьеру, которым делают, они начинают, ну вот все, почему-то не проходит череда, они начинают неправильно оценивать свои силы. То есть переоценка начинается с себя самого. У Алексея, я думаю, никакой переоценки нет. Ему, как и раньше, позвонили, сказали, ты готов? Сказал, да, готов. Сколько он уже в этом году провел бою? Это второй его бой точно? Нет, это уже третий бой в 2020 году у него. Два выиграл, один проиграл. Да, ты мне покажи тяжей еще, которые вот так вот выступают. Ну, которые могут по три, за полгода провести три боя. Понимаешь? И потом мы будем как-то рассуждать и говорить. В Алексею не боится проигрыша. Он идет, он идет к своей цели, к своей мечте. И я считаю, правильно делает. На этом все. Меня зовут Александр Лютиков. Подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, чтобы ничего не пропустить. Слушай, ну а Леник тебя обогнал теперь на один бой? У него 74, у тебя 73. Ну, у меня фора. Есть до 43 лет, как минимум. Спасибо.